Я предлагаю вашему вниманию рассказ болгарского писателя, юмориста и сатирика, моего большого друга Васила Цонева «Отдых с дочерью». На мой взгляд и вкус Васил Цонев один из лучших болгарских юмористов. Его хорошо знают и у нас, и во многих странах мира, где охотно переводят и издают сборники его комических новелл. Цонев удивительно темпераментный, блестящий рассказчик, человек открытого настежь сердца и незаурядного острого ума. Он настоящий весельчак и в творчестве, и в жизни. Знать его близко и дружить с ним – наслаждение. Перед самым отъездом меня обвинили в том, что никудышний я отец. Мне указали, что сокровище, моя дочь, чахнет и увядает без отцовской ласки, что занятой работой, собраниями, заседаниями, я не вижу, какое дивное творение, какой неземной ангелочек живет со мной под одной крышей. Я растрогался. Из моих прекрасных глаз потекли слезы. Я раскритиковал, разоблачил себя. Я осознал, что совершенно забыл про домашний очаг, что он не горит, а тлеет и даже угасает. Я немедленно взял чемодан и дочь и отправился на отдых. Я ехал на трамвае, в поезде, в автобусе, на пароходе, на повозке и, наконец, шатаясь от усталости, прибыл в дом отдыха. Спать мне хотелось страшно, адски. Хотелось так, что я чуть не скулил. Но доченьке моей все было ни по чем. Она считала, что мы будем ехать, по крайней мере, дней десять, а все кончилось быстро. Чтобы успокоить ее, я сказал, что на следующий год мы будем отдыхать на Северном полюсе. И тут же уснул. Внезапно я почувствовал, что кто-то щекочет мне нос. Испугавшись, я спрыгнул с кровати и зажег лампу. Я думал, что увижу сороконожку или скорпионы, или хотя бы лжа. Но увидел только свою дочь, которая встала с постели и склонилась над моей головой. Папа, сказала она, у крокодила может быть семь ног? Чепуха, махнул я рукой. У него только четыре. А почему же Пеша сказала, что семь? Какой Пеша? Ну, из нашего садика. Он что, здесь? Твой Пеша? Нет, папа, он раньше сказал. Когда? Зимой. Придя в себя, я сказал примирительно. Отлично. Ну, теперь тебе все ясно. Быстро ложись и, прошу тебя, не смей будить меня, чтобы спросить, бывает ли у слонов десять пар хоботов. А сколько у них пар? Никаких пар. У них всего один хобот. Один. Это нечетное количество. А нечетное. А что такое нечетное? Нечетное, это значит, начал я, но сообразил, что если я стану объяснять, что такое нечетное, у нее возникнет какой-нибудь другой вопрос. Потом третий. А мне ужасно хочется спать. Поэтому я крикнул. Нечетное это значит то, что если ты задашь мне еще один вопрос, я влюблю тебе такой подзатыльник, что он один покажется тебе парой. Ложись спать. Дочь вытращила глазенки, прыгнула в постель и укрылась с головой одеялом. Я погасил лампу, но тут меня начала грызть совесть. Ну, и скотина же ты, упрекал я себя, всего один день провел с дочкой, а уже наобещал подзатыльников. Дитя бог знает, сколько времени мучилась с семеногим крокодилом, а ты, вместо того, чтобы ответить ей по-человечески, завел разговор про чет и нечет. Беднежка, наверное, и всю ночь будет думать, что такое чет, что нечет. Мне стало так стыдно, что я сказал, если хочешь знать, чет это противоположное нечету. То есть при нечетном количестве предметов мы имеем понятие нечет, а при четном, соответственно, чет. Теперь ясно? Она не ответила. Она спала, тихо и кротко, как ангел. Я покачал головой, закрыл глаза, но заснуть не мог. Со всяким бывает. До смерти хочется спать, а не можешь. Я закрывал глаза, ворочался с боку на бок, безуспешно. Лишь на рассвете я почувствовал, что мои веки отяжелели, и я погрузился в дремоту. Но тут кто-то толкнул меня. Что? Подскочил я. Пора на работу? Папа, сказал дочь. Что такое респективно? Я хотел зарычать, но вовремя удержался и кротко сказал. Очень просто. Респективно означает соответственно. Ну, вот, например, если говорят, что у кошки есть левая нога, значит, у нее соответственно есть и правая нога, потому что, понимаешь, респективно, или, скажем, соответственно. В общем, я сам запутался и замолчал. Сколько ни старался, я ничего не мог извлечь что-либо из своей сонной головы. Дочь пришла мне на помощь новым вопросом. А у зайца ноги респективные? Ну, конечно, конечно, сказал я. Ты совершенно права. Ну, я прошу тебя, если можно, соблюдай тишину. Я страшно устал. Я очень хочу спать. А почему ж ты не спишь? Спросила доченька. Ой, господи. Я закрыл глаза и вновь задремал. Но только какие-то серые облака закружились вокруг меня. Подушка выскочила из-под моей головы и упала на пол. Я вскочил и заорал. Издеваешься над отцом? Нет, сказала доченька. А зачем вытащила подушку? Ищу куклу. Ну, как может оказаться кукла у меня под подушкой? А где же она тогда? Рычая и скрипя зубами, я вскочил, заметался по комнате, нашел куклу под подушкой у дочери. Вот она где была, удивилась она. А я где уж ее не искала? А теперь тишина, сказал я плачущим голосом. Нужно поспать. Спит тебе колыбельную? Нет, проревел я. Молчок, а то я тебе голову откушу. Я зарылся головой в подушку и, застонав, зажмурил глаза. В тот же миг раздался страшный треск и послышался голос дочери. Опять эта кукла. Что там еще? Взвыл я. Кукла хотела посмотреть в окошко, а стул упал. Хватит, расплакался я. Я спать хочу. А мне, папочка, совсем не хочется спать. На улице дети уже играют. Одевайся и убирайся к ним. Я едва дождался, пока она оденется и выйдет. Только тогда я успокоился и прикрыл глаза. Треск. Дверь брякнула со стену, и моя дочь торжественно вошла в комнату. Вон, ряфнул я, вон. Но, папа, захныкала дочь, та девочка говорит, что у меня нет кремового платья. Скажи ей, что есть, и убирайся. Она не верит. Ты хочешь, чтобы я дал тебе записку, что у тебя есть кремовое платье? Нет, папа, я хочу взять платье. Да где оно? В чемодане. Чтобы добраться до чемодана, ей потребовалось перелезть через мою голову. Я раскрыл чемодан, схватил ее кремовое платьице и вышвырнул его за дверь. Если придешь еще раз, я тебя убью, я тебя съем, дай мне поспать. Доченька вышла, и я снова закрыл глаза. Я весь дрожал, я стискал зубы, плакал, грыз подушку. Постепенно я начал засыпать. Надо мной затрепетали цветущие липы, распахнулось небо, соловьи запели майские песни. Но в этот самый миг я почувствовал, кто-то дышит мне в лицо. Я открыл глаза и в ужасе отпрянул. Над моей головой стоял десяток ребят. Они с любопытством разглядывали меня, а дочь, выпитив грудь, показывала на меня пальцем и гордо говорила. Это мой отец. Рассказ Васила Цонева «Отдых с дочерью» читал заслуженный артист РСФСР Борис Иванов.